Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня я возьму вас с собой в тур по некоторым известным местам Бали. Я проснулась очень рано, водитель уже ждал меня возле виллы, и мы выехали из Убуда в 5 утра. Доброе утро! И снова мы отправляемся вплоть в самую утру. По пути встретила рассвет и сделала остановку на клубничной ферме, где открывалась красивая панорама на вулканы. Было очень холодно, так как это северная часть Бали. Если надумаете посетить эту часть острова, обязательно возьмите теплые вещи. Потом я отправилась на первую локацию, Улан-Дану-Бератан, где прошлась по красивой территории храма. Сделала фото и видео. На самой территории также были кафешки, но они были закрыты из-за того, что я приехала туда рано утром. Немного дальше, в 10 минутах езды, находится еще одно из популярных инсталокаций – Хандара Гольф энд Резорт Гейт. Как вы уже поняли из названия, это резорт с полем для гольфа, но сюда приезжают ради ворот. За них нужно будет тоже заплатить, для того, чтобы вы смогли сделать там фотографию. Мы приехали туда в 7.20 утра. В это время уже была группа туристов. Простояв 40 минут в очереди, я немного продрогла. Пришел мой черед, и я снова очень быстро, буквально за 10 минут, сделала фото и видео. И отправилась дальше. Следующую локацию долго думала, включать в тур или нет. Но решила все-таки включить. Заплатила за вход 100 тысяч рупий на одного человека. Это место больше всего похоже на маленькую фотозону. Если честно, такие фотографии меня не очень прям вдохновляют, мне больше понравился сам вид. Но таким видом можно полюбоваться и в кафешках вдоль дороги. И заключением этого тура стал водопад Банюмала Уотшифолл. Водопадов на Бале очень много, и все они очень красивые. Я думаю, вы поняли, почему я посетила именно этот водопад. Эти все локации находятся в одном районе. Будет легче так посетить несколько мест, например, за 5 часов. Следует приезжать с утра, так как вы сможете избежать очередей и сделать кадры без людей на заднем фоне. Поэтому я специально запланировала свой тур на утро, чтобы избежать часовых очередей возле каждой локации. Не знаю, передает ли видео всю красоту, но здесь очень живописно. Кстати, после этого водопада не спешите уходить. Рядом есть еще один водопад. Он более спокойный и там тоже можно поплавать. Подниматься вверх намного сложнее. Эта часть Бали называется Мундук. Она знаменита гортензиями и клубничными фермами. Обязательно, если будет время и вы не будете придерживаться графика, посетите эти места. Ну а я на обратном пути купила клубнику у милой женщины за 40 тысяч индонезийских рупий. Клубника была, ну прям уж очень вкусной. Спасибо, что остались со мной до конца моего маленького путешествия. Если вам понравилось побывать со мной в туре, поддержите мой канал подпиской и лайком, а также пишите комментарии. До новых встреч!